Привет всем любителям бокса! Вы на канале Boxing 1867. С вами я, Александр. Это прогноз на бой Сауль Альварес, Джон Райдер. Прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал и поставьте лайк данному видео. Итак, 7 мая в Мексике, в родном городе Сауля Канелла Альвареса, будет боксерский вечер. Главным событием которого Альварес будет защищать свои титулы в бою против Джона Райдера, обязательного претендента. Поставить на победу Канелла можно с коэффициентом 1.05. Ну а котировка на победу британца составляет 11.50. Кстати, несколько дней назад я заходил и было 10.50. То есть, котировки будут расти. Поэтому, кто уверен в победе Райдера, очень многие, кстати, я в интернете смотрел, в комментариях пишут, что Райдер размажет Канелла. Пожалуйста, ставьте на Райдера, заработайте как никогда. А я пройдусь по боксерам, начну с фаворитом. Сауль Канелла Альварес занимает первую строчку в рейтинге. Это 32-летний мексиканский боксер. Он дебютировал в профи в 2005 году. За это время он провел 62 боя. У него 58 побед. 39 из них нокаутом. Два поражения и два боя он свел ничью. Это абсолютный чемпион в суперсреднем весе. Проигрывал он лишь Флойду Мейвезеру и Дмитрию Биволу. Ну что, я не буду перечислять множество топовых боксеров, которых он победил. Это большой список. Наверное, это единственный действующий боксер, который победил большинство топовых боксеров. Я немножко расскажу о его технике. У него такой разносторонний стиль. Включает в себя он элементы классического бокса и элементы мексиканского бокса. Он может работать как первым номером, так и вторым. Он обладает высоким уровнем IQ, высоким уровнем техники боксерской. Это позволяет ему с легкостью переключаться между атакой и защитой. И использовать разнообразные комбинации. Этим самым он доминирует в бою. Стоит отметить, что у него отличный тайминг. Довольно серьезная ударная мощь. И это все делает его очень трудным противником для большинства его соперников. Рост канела 173 см. Размах рук 179 см. Перейду к его сопернику. Джон Райдер. Ну что, Райдер занимает третью строчку рейтинга. Это 34-летний. Да, 34 ему. 34-летний британец. Может и нет. Нет, по-моему 34-летний. Если неправильно, поправьте меня в комментариях. Он выступает на профессиональном ринге с 2010 года. И имеет на своем счету 37 боев. Из них 32 победы, 18 нокаутом. И 5 поражений, одно нокаутом. Знаете, Райдер не побеждал оппозицию топ-уровня. В его активе есть победы над такими известными соперниками, как Дэниэль Джейкобс и Зак Паркер. А проигрывал он таким боксером, как Билли Джо Сондерс, Рокки Филдинг, Джек Арнфилд, Калум Смит и Ник Блэквелл. Кстати, Блэквеллу он проиграл досрочно. По-моему, в седьмом раунде, если я не ошибаюсь. Джон любит работать на средней и ближней дистанции. Боксирует в стойке левши и использует... Привык он работать первым номером. Использует такой прессинг навязчивый. Его рост 175 см. Размах рук 183 см. Но разберем немного бой, немного техники боксеров. Небольшое преимущество есть у британцев в росте и размахе рук. Ну, я думаю, это все нивелируется опытом и классом Канева. Я считаю, что Альварес не испытает проблем с Райдером. Даже если он не будет находиться в своей лучшей форме. Мы видели в последнем бою, он немного такой был уставший. Это неудивительно. Он проводил на высоком классе много боев в последнее время. Топовых. Знаете, британский боксер не выиграл ни одного большого боя. За исключением, конечно, поединков Джейкобсом и Паркером. Но тут есть но. В поединке против Паркера в последнем его бою. Который был, кстати, за вот этот пояс временного чемпиона. Райдер пытался захватить инициативу. С первых секунд. С первого раунда. Но Зак мне больше понравился. Он был быстрее. Он был техничнее. Он отлично работал по корпусу. Ну, а Джон, я не знаю. Он, наверное, только несколькими успешными атаками был. Он попытался пробиться. Он пытался пробиться на ближнюю дистанцию. Иногда у него получалось. Но я не знаю. В бою, мне кажется, Паркер забрал там 3 из 4 раундов из последних. Кстати, в последнем раунде он сломал себе руку. И вот отказался он после 4 раунда дальше проводить поединок. И я даже не сомневаюсь, если бы не было данной травмы, то следующим соперником для Альвареса стал бы именно Паркер, а не Райдер. А в бою с Джейкобсом, ну, я бы не отдал бы победу Райдеру там. Там была скорее ничья, но никак не победа Райдера. Он проиграл Рокки Филдингу, проиграл Калму Смиту, проиграл Билли Джо Сондерсу. Это те боксеры, которые также дрались из Канелла. И всем тем, кому он проиграл, да, эти боксеры не доставили мексиканцу вообще никаких проблем. То есть он спокойно их прошел. Вот. У Альвареса, по моему мнению, преимущество во всем. Опыт, мастерство, физическая мощь. Райдер может говорить, конечно, о том, что он там готов стать одним из самых знаменитых аутсайдеров последних лет, да, которые победят Канелла. Но у него нет ничего в арсенале, что могло бы остановить Канелла. Наоборот, он очень удобен для Канелла тем, что постоянно идет вперед. Райдер в одном из своих интервью перед боем, да, сказал, что Дмитрий Бивол показал, как победить Канелла. И для него это будет уже не так сложно. Ну, давайте на чистоту. Райдеры близко, не Бивол. Единственный на данный момент, кто может, по моему уже, конечно, мнению, у вас может быть мнение различное. Кто может победить Канелла в данном весе, именно в его весе, как мне кажется, так это Бенавидис. Все, больше я кандидатов на победителя Канелла не вижу. Насчет стилей, да, то оба бойца исповедуют такой агрессивный атакующий стиль. Конечно, Канелла любит иногда в контратаках поработать вторым номером. Вот, а Райдер, конечно, работает первым номером почти всегда. Да, обладает он хорошо поставленным джебом. Приличная у него, конечно, выносливость. Неплохая держалка, неплохо он там удар держит. Вот. Канелла же любит преследовать оппонента неспешно. С высоко поднятыми руками за блоком. И его задача зачастую стоит в том, чтобы измотать соперника, заставить бросаться на него в атаках, да, которые он с легкостью будет пресекать своими контратаками. Мексиканец хорош в защите. Я это говорил. У него потрясающие контратакующие действия. Он очень отлично защищается корпусом. Убираю корпус с линии атаки. Убираю голову с линии атаки. Также он здорово перехватывает атаки. И что самое важное, он не просто их перехватывает. Он их перехватывает и развивает на этом свою атаку. В данном бою, я думаю, что Мексиканец даст райдеру пойти вперед. Даст. Он ему будет работать на контратаках. И будет ждать, пока тот вымахается. Ну, либо ловить его на ошибках своими действиями, своими контратаками. Развивая уже свои атаки, естественно. И как только британец немножко вымахается, тогда уже Канело пойдет вперед сам. Мой прогноз. Ставить на Канело за 1.05, ну, это вообще нет смысла. Рисковать и ставить на победу райдера, это еще бессмысленней. По моему мнению, райдер сможет победить только каким-то там лютым лаки панчем. Или если вдруг у Канело будет какая-то там травма, после которой тот не сможет боксировать. Либо рассечение какое-то. По судьям, он его не победит никогда. Во-первых, Канело и помастеровите, и поопытнее. А во-вторых, это будет бой в Мексике, сами понимаете. Даже если каким-то чудом райдер станет подобием Бивола, да, и перебоксирует Канело, то ему никто все равно не отдаст эту победу. Ну, я в это не верю, естественно. Поэтому самая актуальная ставка, это тотал больше 8.5 раундов. Почему так? Потому что, мне кажется, Альварес не будет спешить. Бой будет происходить в его родном городе. Он, кстати, пошел на большие уступки. Там по финансовым составляющим, чтобы провести в своем городе данный поединок. И, мне кажется, Альварес не будет спешить. Он захочет порадовать публику в своем родном городе. Ну, и учитывая также, что Мексиканец повредил, по-моему, левую руку. Да, он там ему операцию делал или сломал. Вот. Так что, возможно, он не будет особо влаживаться в удары. И, возможно, конечно же, бой пройдет всю дистанцию. Но я все же думаю, что Канело победит райдера в поздних раундах техническим нокаутом. Но, по крайней мере, самая актуальная ставка – это тотал 8.5 больше. Вот так. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, как вы считаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок. Пока.